Несмотря на интенсивность работ при капитальном ремонте, участок прикрывали только один раз, всего на несколько секунд, чтобы официально перерезать красную ленту. Этот отрезок дороги длиной в 10 километров был одним из самых опасных. И вот на десятилетиях вперед качество гарантирует самый строгий лабораторный контроль. На этом образце можно определить содержание щебня в асфальтобетонной смеси, битума в асфальтобетонной смеси, коэффициент уплотнения. Отбирались вырубки, испытывались в лаборатории на современном оборудовании. Теперь автомобили здесь смогут разгоняться до 120 километров в час. Трасса М5 Урал – это основная транспортная артерия России. Она связывает центральные районы с Сибирью и дальше на Дальний Восток. Общая протяженность почти 2000 километров. Из них 333 километра проходят по территории Самарского региона. Трасса строилась более 60 лет назад, поэтому время от времени некоторые ее участки обновляются, превращаясь в вот такие современные магистрали европейского типа. Этот участок отремонтировали всего за год, но это лишь мизерная часть дорожных работ, которые в 2015-2016 году выполнены в Самарской области и в России в целом. Более 6500 километров – протяженность, равная расстоянию до центра земли. Как уверяет Минтранс, все эти дороги теперь ничуть не уступают европейским и по качеству, и по комфорту. Мы внимательно изучили основные параметры комплексной программы, которая будет представлена до 1 декабря в Министерство транспорта для защиты. Потом эта программа будет утверждаться уже правительственной комиссией по транспорту. И по ее итогам уже буквально в первые весенние месяцы следующего года, как только позволит погода, температуры будут положительными, начнутся масштабные работы по приведению в нормативное состояние, обеспечению безопасности на дорогах самарской агломерации. Сегодня перед дорожным хозяйством региона стоит стратегическая задача – привести транспортную систему в порядок к чемпионату мира по футболу. Но уже после Мундиали начнется реализация самых амбициозных проектов, в частности, строительство магистрали Центральной в Самаре. Олег Зверев, Константин Головин, События. В этом году в России появится 300 километров новых транспортных артерий. В Самарской области активное обновление дорожной сети продолжается с 2012 года. По словам губернатора Николая Меркушкина, если не снижать темпы работ, значительно улучшить качество дорог в регионе можно за 2-3 года. Мы приняли решение новосадовую, демократическую, довести до аэропорта Красногринскую, нижнюю дорогу, так называемую. Она у нас по программе чемпионата мира, ее не было. Но мы приняли решение ее довести, обновить, отремонтировать, расширить в отдельных местах и довести до аэропорта вторую дорогу. В этом году регион получил из федерального бюджета 650 миллионов рублей на ремонт дорог. Деньги распределились между Самарой и Тольятти. Работы, на которые направили эти средства, уже завершаются. Крупные магистрали преображаются, но остаются проблемы в районах. Обновление требует дороги во дворах и внутриквартальные проезды. Ими планируют серьезно заняться в следующем году. В 2017-м также стартует федеральная программа «Безопасные и качественные дороги». Ее участником станет в том числе Самара. Один миллиард рублей будет направлен в виде субсидий на реализацию проекта «Безопасные и качественные дороги» в 15 агломерациях. Куда в первую очередь попадает Самара и Самарская область, как агломерация вокруг города Самары. Это гарантировано. Будут ли дополнительные субсидии, зависит от Тольятти. Город может претендовать на грант в 500 миллионов рублей. Если на федеральном уровне решат выделить деньги в целом, за два года Самарско-Тольяттинская агломерация может получить дополнительно 3 миллиарда рублей из бюджета страны. Региональные власти добавят столько же. В этом случае дороги обновят также в Жигулевске, Сызрани, Чапаевске. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.